В Листинском лицее прошла пятая сессия международной модели организации объединенных наций Эльмун-2022. В конференции приняли участие более сотни школьников и студентов со всего мира. Как пояснила директор образовательного учреждения Софья Анжирова, модель ООН проходит в формате деловой игры, где участники-делегаты, наблюдатели, председатели и эксперты выступают в роли официальных представителей стран-член ООН и международных организаций. В этом году Листинский лицей стал площадкой для модели ООН в пятый раз. Это был юбилейный. Коллектив Листинского лицея рассматривает данную модель ООН как фундамент для будущих политологов, психологов, социологов, потому что эта игра, которая собой представляет симбиоз научно-практической конференции и деловой игры, позволяет детям почувствовать себя в качестве дипломатов. Этот проект зародился пять лет назад под руководством учителя английского языка Гульмиры Шараповой. Сейчас идеи первых организаторов разделяют поколения следующих лицеистов. В частности, благодаря деятельности четвертого генсека модели ООН Тамрина Дорбакова, значительно расширилась география участников и достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими вузами страны. К модельному движению Листинского лицея присоединяются школьники и студенты не только из Калмыкии, но и других городов и даже стран. Принимая участие в модели ООН, учащиеся получают чрезвычайно важные знания, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, эрудиции и креативного мышления. У нас получилось, да, у меня получилось как-то скоординироваться с руководством и с руководством Высшей школы экономики и сделать с ними сотрудничество, так же, как и с МГИМО. И на сегодняшний день, говорю, как от лица генерального секретаря данной модели, я хочу как бы от себя лично, чтобы дети, лицеисты и так далее, они развивались в полной мере. То есть, когда я был восьмиклассником, у меня не было столько возможностей, столько возможностей, да, чтобы воплотить свои мечты, чтобы общаться с иностранцами, чтобы конкурировать с студентами из ведущих вузов не только нашей страны, но и зарубежья. Поэтому моя цель и как бы цель всей нашей модели – это дать возможность юным делегатам, скажем так, развиваться во всех смыслах. Проект школьников поддержали глава Элисты, председатель Элистинского городского собрания Николай Эрзаев, а также депутат ЭГС Олег Пербеев. Модель ООН – это прекрасная площадка, позволяющая приобрести и оточить навыки дипломата, организатора, журналиста или переводчика, прокомментировали участники конференции. Отмечу, что дискуссии по вопросам повестки лицеисты ввели не только на русском языке, но и на английском. Это был мой дебют участия на английском языке. Было сложно, но в целом участие, оно очень многое мне дало. Сегодня Модель ООН – это проект, который необычайно актуален и современен, потому что в нем откликаются все современные идеи, то есть, что происходит в мире, оно непременно находит свое отражение в сессиях Модель ООН. Модель ООН – это проект, который необычайно актуален и необычайно актуален и необычайно актуален и необычайно актуален.